Эта история рассказывает о старом псе, который находился в отчаянном положении. У него не было будущего, никакой помощи, и он не мог даже встать из лужи. Следы безнадежности были видны на его изможденной фигуре. Однако он молча лежал, не желая привлекать внимание к своему страданию. Мы гуляли со своими собаками рядом. Контраст был удивительным, наши питомцы были ухоженными и блестящими, а рядом лежал этот незнакомый старый пёс с глазами, потерявшими свой блеск от боли. Моя решительная подруга сказала, нам нужно что-то сделать, но я не смогу одна унести его до машины. Поможешь ли ты мне или мы понесём его вместе? Я подошёл к псу и заговорил. Он даже не повернул морду, но слегка пошевелил ухом, прислушиваясь к моему голосу. Похоже, что он не мог встать на лапы, поэтому я не стал его беспокоить. Мы перенесли его на покрывало из машины и уложили на заднее сиденье, после чего отправились в ветеринарную клинику. Не знаю, сможем ли мы его доставить, честно признался я подруге, увидев большую рану около его хвоста. Там, кажется, уже что-то начало развиваться. Хотя бы дайте ему укол, чтобы он не мучился, сказала подруга. Она в ветеринарку забежала, чтобы сказать, что пёс грязный. Врачи, благородные люди, приняли его. Они осмотрели его и обнаружили бритый живот. Похоже, вашего парня обследовали УЗИ. Он не агрессивный, должно быть, был домашним, заметил врач. После осмотра выяснилось, что у пса были с почками проблемы, моча не могла нормально отекать. Она накопилась внутри, что вызывало ему сильную боль при движении. Вероятно, его хозяева выгнали его на улицу, чтобы избежать лечения. В ветеринарной клинике врачи помогли ему мочевой освободить, обезболили его и вкололи антибиотики из-за высокой температуры. Они также смогли немного накормить его жидким кормом, на что пёс отреагировал и уснул от усталости. Мы чередовались в уходе за ним, кормили его из шприца, давали пить, ждали, пока он голову поднимет и начнёт пить воду самостоятельно. Врачи всегда были на связи, брали его анализы и не позволяли ему отойти от жизни. Оказалось, что он не так уж и стар. Ему было максимум 6 или 7 лет, его зубы были практически целыми. Просто никто не заботился о нём, он, наверное, проживал во дворе. Какой он был старик, с больными лапами, с вещами. Ральф смог на лапы подняться спустя неделю. Он очень жить хотел, и он живёт. Он самый замечательный и добрый пёс, какой только может быть. Хорошо, что мы его тогда заметили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok